Девушку задушили во время пробежки в парке в московском районе Свиблова. У погибшей остались двое малолетних детей. Неизвестный задушил девушку, которая вышла на пробежку. Как позже было установлено, насильник-убийца оказался мигрантом. Троих мигрантов арестовали за разбой в центре Москвы. Трое иностранцев, вооруженные персовыми баллончиками, ограбили в Москве магазин. Трое иностранцев напали на продуктовый в центре столицы. В ночное время на продуктовый магазин, расположенный в Скотерном переулке, зашли трое граждан в масках-балаклавах. В Москве еще в апреле сообщалось, резко выросло число преступлений, совершенных мигрантами. Иностранцев столицы стало вроде бы меньше, а криминалы и хамства от них больше. Прошло определенное время, сейчас у нас конец августа, прошло 4 месяца. Что же предприняли наши власти доблестные? Царьград выкатил расследование. Полиция распахнула глаза. Масштабная проверка мигрантов. Общество Царьград провело расследование о том, как мигранты и выходцы из Кавказа стали практически полностью контролировать Мурино, северный пригород Петербурга. Публикация помогла полиции распахнуть глаза, и в районе в скором времени начались проверки. Жители района Мурино под Санкт-Петербургом жаловались на гостей, которые стали хозяйничать на территории уже несколько лет. Часть бородатых кавказцев устраивали драки, а то и незаконным путем пытались отобрать жилплощадь. Таксисты превратились в отдельную мафию. Торговцы фруктами работали без санитарных книжек. Любой конфликт с ними заканчивался тем, что гости звали своих соотечественников и доставали оружие. Полиция разбираться с ними не спешила, ссылаясь на нехватку сотрудников. На самом-то деле мы знаем, что разбираться с ними всеми не надо. Показательная порка одного, двух, трех, всем сразу все станет понятно. Даже этого не делают. Почему? Потому что диаспора имеет возможность отстегнуть кому надо. Диаспора — это такой своеобразный профсоюз. Что такое профсоюзы? Вот работает на каком-то предприятии 200 человек, и каждый из них перед этим огромным предприятием бессилен. Ну что я могу сделать один? Ну если они объединяются и выставляют единые требования, при необходимости объявляют забастовки с тачки, нанимают совместно юриста, ну каждый платит 300 рублей, а у любого из них в любой момент есть возможность обратиться к адвокату. И это очень дорогого стоит. То же самое у диаспоры. Как профсоюзы. Им нужна крыша. Они сбрасываются деньгами, договариваются, и поэтому их не трогают. Россиянам, традиционным местным жителям, коренному населению, русские, украинцы, белорусы, евреи, якуты, калмыкии, кого у нас только не проживает на территории Российской Федерации. Я говорю именно не о национальном вопросе. Национальная политика — это так называется национально. На самом деле это вопрос культуры. Почему у нас неравноправие по национальному признаку? Почему у нас выходцы из других культур оказываются важнее перед законом, чем местные жители? Ведь это происходит по всей стране. Вот в котельниках под окнами местных жителей поселились цыгане. Жителей, конечно, смущает такое соседство. Какие-то странные люди живут прямо на улице. 21 век, друзья, 21 век. В тех же котельниках внезапно были задержаны аж 600 мигрантов прямо в мечети. Ад — это не потусторонние измерения. Ад — это ты сам. И твой адский котел — это когда ты, как одоушевленная пишущая машинка, строчишь день за днем заметки о Западе, загнивающим от миграционного кризиса. А потом, вернувшись с работы, идешь по собственному подмосковному городку. Бавария. Беженец изнасиловал 15-летнюю. Котельники — Подмосковье. Мунир зарезал собственную сестру Лейлу, та бесчестила семью, нагуляв ребенка от чужака. В берлинской мечети проходят обыски. Помощь для пострадавшего от пандемии бизнеса, о которой умилительно писала «Медуза», получили окопавшиеся в этой мечети исламские радикалы. В котельниках в мечети проходят обыски. Задержано 600 человек. Потом, впрочем, все отпущены. «Мунир убил Лейлу среди бела дня на глазах ребенка. Я узнал это место, этот зеленый заборчик, неподалеку от моего дома в Котельниковском микрорайоне Белая дача. Вы заметили, что шок-контента про изнасилованную мигрантами Европу в наших СМИ стало меньше? Меньше изнасилований? Не думаю. Просто в политбюро тоже не дураки сидят. Советские космонавты высадятся на солнце ночью, понимают, что если пропаганда уж слишком разойдется с реальностью, то сработает в минус. Вечер. Мы у главного культурного центра Котельников, ТЦ Мега. Групкой случайных знакомых садимся в такси. Втроем поездка до Белой дачи обойдется по 50 рублей. Я снимаю здесь в оранже квартиру, потому что работаю в Меге, рассказывает моя попутчица. Но даже если бы мне дали квартиру бесплатно, я бы не стала тут жить. Это ад. Посмотрите на всех этих азиатов, на всех этих кавказцев. Они на спортплощадках, их дети на детских площадках. Нет, я не националистка, мы все дети Бога. Но они другие. Девушка оказывается армянкой. Армянка тоже не вполне, знаете ли, славянинка, но тем не менее. Она коренной житель, разделяющий наши культурные ценности. Я думаю, что любой адекватный человек, который достаточно время прожил в России, или в Белоруссии, в Украине, в крупных городах, в Средней Азии в том числе, не станет в детской песочнице, например, резать барана. В Москве такие случаи бывали, и не один. А что происходит в регионах, страшно представить. В регионах-то люди реже достают камеры, передают свои материалы блогерам и журналистам. Нам поддакивает таксист, самаркандский таджик, уехавший, потому что узбеки не любят таджиков. И в разговорах с ними в Самарканде он принципиально говорит по-русски. Я, кстати, вам уже несколько роликов делал по теме разборок между разными национальностями. Это мы говорим, мигранты, мигранты. А между ними, между собой, киргизы-узбеки, узбеки-таджики. Там черт ногу сломит, кто кого и почему не любит. Какие у них там в истории были конфликты, они-то все это помнят. И все это переезжает к нам в наши города, на наши улицы. Лучшее место котельников — метро. Через полчаса ты в городе. Там не месиво человейников с полями автостоянок и детскими площадками из самого дешевого ксила, а город с бульварами и кофейнями почти как европейский Киев. Но к метро котельники нужно дойти. Через невообразимо загаженную рощицу чиновников можно заставить убрать мусор, если пожаловаться через губернаторский портал Добродел. Убирает ровно ту полосу, что попал на фото жалобу. И еще через бесконечные ряды воняющих лавашин, развалов с контрабандной косметикой, лавок с жирными грубыми торговками и гнилыми фруктами. Русские в нашем районе возят своих детей в школы в Москву. Хорошо, что Жулебина близко продолжает попутчиться. В котельниках тоже есть школы. Аж три. За последние 20 лет население городка удвоилось. Новых школ построено ноль, зато достраивают квартал Человейников 30 этажек. Котла школу номер 3 знает вся страна. Из 28 учеников ее первого класса лишь трое имели славянские фамилии. Потом учителя объяснялись. Не местные дети, совсем плохо говорят, не читают. Мы просто сгруппировали их всех в отдельный класс. Помогает ли это интеграции? Вопрос риторический. А кстати, вы слышали, что у нас внедряются новые в ГОСы, новые образовательные стандарты? В соответствии с ними нельзя будет оставлять детей на второй год. Это понятие вообще исчезнет. Сколько у нас будет выпускников лет через 5-7, которые просто по-русски вообще не бей, не мей, не кукареку? А знаете, к чему это приведет? Это приведет к тому, что будет снижаться требование к образовательному уровню. Если более-менее основные правила русского языка соблюдаешь, считай пятерка. Соответственно, и учить можно будет. А бы как кое-как. Соответственно, уровень всего образования в наших школах будет проседать еще на порядок быстрее. С подобной ситуацией как раз в Европе уже столкнулись. И как вы понимаете, в этой статье сравнивается то, что происходит в Европе. Оно вообще-то происходит и у нас. И поэтому пропагандисты начали помалкивать. Потому что на наши улицы это все уже приходит со всей стремительностью. И если бы Киселевы, Симоньян и все остальные говорили «Вон, смотрите, мигранты как распоясались в Европе!» Русский человек начал бы смекать, ядрить, мадрить. Так у нас-то то же самое. В том же знаменитом Оксфорде, Кембридже, там за последние 10-15 лет окончательно опустилась планка образования. Потому что приезжают люди, которые плохо говорят по-английски, но они обязаны получить диплом, потому что они платят бабки. И поэтому там есть такие учебные предметы, которые вообще не имеют отношения к никакому образованию. Но это так. Уровень средней школы, общая культурная какая-то информация. Как живет Европа, что такое законы. И этому учат в Оксфорде, в Кембридже. Вынуждены, потому что так работает капитализм в образовании. У нас это все тоже приближается. Самый известный мэр котельников Ирина Польникова была не избрана, а назначена. Три года назад ее взяли за мошенничество в 115 миллионов рублей. В итоге я собрал все деньги, какие были, занял у кого мог, взял ипотеку, тогда ключевая ставка шла вниз, и уехал из своих котельников, которые на самом деле ничем не отличаются от Мурина, Нижнего и других городов. Просто тут уже полыхнуло, а там еще нет. Просто по германскому календарю в России сейчас лишь 2010 год. Значит, лет через пять будут изнасилования прямо на улицах, причем массовые. Просто мне повезло, пишет журналист, я смог выползти из котла, другие нет. И просто самый жар впереди. Я понимаю, что информация чувствительная, я понимаю, что информация щепетильная и горячая и острая. Я прошу вас быть сдержанными в комментариях. Во-первых, надо понимать, что те люди, которые к нам сюда приезжают, приезжают сюда не от хорошей жизни, вообще не от хорошей жизни. Многие из них настоящие беженцы, которые спасаются от серьезных потрясений. И задача именно государства так выстраивать отношения с этими людьми, чтобы они понимали, что они здесь гости, что они этой стране, нашей стране обязаны, что они должны не насаждать тут свою культуру, а вписываться в ту культуру, которая здесь есть, в нашу российскую культуру. Этого не происходит, потому что чиновники, государственная машина этим не занимается, не интересуется от слова совсем. От слова совсем. И убийцы, и насильники, и мошенники, и воры, и нечестные продавцы, и таксисты. Бывают абсолютно любого цвета кожи, абсолютно любой расы. Поэтому это не вопрос как таковой национальности, национализма, как ее понимали там во фашистской Германии. Нет, друзья, абсолютно нет. Я категорически против такого подхода. И талантливые, и гениальные люди есть в любой нации. И успехи, и достижения есть у любой страны. Другое дело, как мы все будем жить на нашей земле, на нашей территории. Во многих странах, например, действуют совершенно банальные, совершенно простые правила. Например, выходцы из какого-то региона, представители нетрадиционной национальности, могут поселяться под контролем государства только в ту среду, только в том районе, где нет какой-то большой общины. Например, есть дом. В этом доме живет там 200 человек. Вот одна семья узбеков может там жить, одна семья таджиков, одна семья киргизов. Но не может быть такого, что там в одном подъезде пять этажей заняты только таджиками. Тогда эти люди будут общаться на своем родном языке. Зачем им учить русский? Не надо. Они будут как-то вместе решать вопросы своего досуга, резать барашков перед домом, ну или в квартирах, если им запретят перед домом. Ничего страшного. Будут такие очаги сохранения их традиционных культур. У нас, на нашей земле, на российской. Зачем нам это? Во многих странах внедрены нормы, в соответствии с которыми ускоряется ассимиляция, внедрение новых граждан в традиционное общество. Почему бы нам такое не сделать? А знаете почему? А потому что мигранты — это не только отличный бизнес. Они придумали использовать мигрантов в качестве опоры режима. Такой же опоры, как долгое время были пенсионеры. Но сейчас-то после пенсионной реформы пенсионеры как-то не особо хотят за Путина и Ядросов голосовать. Силовики тоже чувствуют, что что-то не так происходит. Говорят, их детишек собираются вакцинировать. Причем вроде как Путин за суверенитет, за независимость. Но этой вакцинации просят международные эксперты Всемирной организации здравоохранения. И получается, всех детишек надо отдать по международной указке. И Путин это поддерживает. Как-то у людей возникают вопросы. А у мигрантов вопросов никаких не возникает. Они всем довольны. Вот статейка «Диаспоральный социум». Высокая геополитическая напряженность на постсоветском пространстве оборачивается проблемами внутри России. Нагорно-Карабахский конфликт продемонстрировал потенциал напряжения между армянско-азербайджанской диаспорами в Москве и других городах. Нередки в столице России столкновения на этнической почве трудовых мигрантов из разных стран Центральной Азии. МВД на фоне увеличения количества массовых драг с участием трудовых мигрантов провело встречу с представителями диаспор. И такая работа будет только усиливаться. Тем более, что для руководства МВД контроль над миграционными потоками крайне важный ресурс, позволяющий взаимодействовать с крупным бизнесом. Но вы понимаете, о каком взаимодействии на самом деле идет речь. Фактически, руководители диаспор становятся значимой общественно-политической силой. Я подчеркиваю, политической. Этим людям можно в скором времени раздавать паспорта. И благодаря диаспорам они стройными рядами пойдут и проголосуют, за кого скажут. Скажут кто? Чиновники и крупный бизнес. Силой, влияние которой будет только возрастать, мигрантов будет еще больше и, соответственно, для власти актуален вопрос о силах, способных их контролировать. В перспективе 3-5 лет следует ожидать появления общественных организаций для этнических таджиков, узбеков, киргизов, задача которых будет заключаться в демонстрации лоялизма и обеспечении явки на выборы представителей диаспор, уже получивших российское гражданство. Для нормальной безболезненной интеграции в российский социум мигрантов и иностранных граждан нужны эффективные социальные институты, которые обеспечивают эту интеграцию. В России же следует ожидать скорее усиления диаспоризации социума, когда у нас будет все расслоено. Тут живут вот эти ребята, тут вот эти ребята, сюда лучше не лезьте. Русские вас тут не звали, вы вообще женщин своих бесплатно на улицу выпускаете. Поэтому это уже не наша земля, товарищи. Диаспоризация, которая с неизменностью приведёт к снижению готовности мигрантов интегрироваться в российское общество и принимать его традиционный устой. Вдумайтесь, если человек начал внедряться в российское общество, начал мыслить независимо, он не выгоден власти. Он думает о каких-то своих правах, о том, что государству ему что-то должно. Этой власти, этим чиновникам крайне выгодны люди, которые сюда приезжают с протянутой рукой. Дайте мне поработать, дайте то, дайте это. Людей, которые готовы жить в рабском, полурабском состоянии и положении. Вы вообще представляете себе эту картину, в которую нас ведёт это государство? Дело не в том, что к нам приехали люди, допустим, цыгане, которые, может быть, здесь и родились, и уже в пятом поколении коренные россияне, только они продолжают жить в парке, под кустом ночевать. Это их, так сказать, выбор. Это тоже специфическая культура, с которой тоже надо что-то делать. Это вопрос, в первую очередь, к нашим чиновникам. Это вопрос государственного управления, миграционной политики. И вот оно, вот истинная причина, почему мигрантов не хотят социализировать в наш социум. Они крайне выгодны, и не только в бизнес смысле, но и в смысле политическом. Они обеспечат любой уровень голосов на ближайших выборах. Ну, может быть, не в этом, не в 21-м, но уже в 24-м году. За эти три года им раздадут паспорта. Оставайтесь, ребята. Чё там, в Афганистане заполыхало? Все народы в гости к нам. Чё там, талибы пошли на север, в Таджикистан? Таджики, милости просим. Узбекистан, чё там, неспокойно на границе? Давайте сюда, давайте, ребятки. Сколько мигрантов собираются к нам ввезти за ближайшие годы? Сколько из них останется в России? Сколько семей они привезут? Вы помните план? Тысячу, миллион, двести тысяч мигрантов завести? Хуснулин. Это только работяги. А если с семьями? Если жены, дети? А если ещё родители? Я почему-то даже не удивлюсь, если для этих людей наше щедрое государство найдёт квартиры бесплатно. Ну или как бесплатно? Ну какие-то общежития. Ты работаешь и приносишь прибыль олигархату, и за это можешь жить в общежитии. Друзья, это всё наступает. На этом фоне поистине рвотный рефлекс у меня вызвала вот эта история. Около Кремля осадили подмосковное отделение «Справедливая Россия» за несогласованные игры с национальным вопросом и попыткой продажи мандата азербайджанской диаспоры. Возглавил список химкинской территориальной группы в Мособлдуму известный либеральный политик Борис Надеждин. А на втором месте расположился химкинский бизнесмен азербайджанского происхождения Алиев Ханаглан Салиаглы. При этом сам Надеждин параллельно идёт в Госдуму по 118-му Дмитровскому одномандатному округу. То есть, смотрите, на самом деле Надеждин вполне может стать депутатом Госдумы, а Мособлдума ему не нужна. Когда человек приходит голосовать, он видит, о, Борис Надеждин, известная фигура, он и на телевидении там отстаивает какие-то позиции, ну вообще человек известный, голосует, он проходит и говорит, я отказываюсь от этого мандата. Тогда вместо него мандат достаётся второму в списке. И таким образом Надеждин, как паровоз, своим авторитетом торгует, протаскивает азербайджанского представителя, за которого ни в коем случае бы не проголосовали люди, потому что он никому не известен, кроме узких кругов. А этому деятелю просто нужно депутатское кресло, депутатские полномочия, чтобы круче проворачивать бизнес, помогать азербайджанской диаспоре и так далее, и так далее. Скажите, вот как относиться вот к Борису Надеждину после такой истории, когда она всплывает? Что за хрень, простите меня, что за хрень? Мы тут вообще не знаем, как нам решать проблему мигрантов, учитывая то, какую позицию занимает наше государство, тоже Министерство внутренних дел. В ближайшей перспективе 3, 5, 10 лет — это потрясающая опасность для нашей страны, в принципе. У нас будет то же самое, что в Европе, изнасилованы мигрантами. То же самое. И на этом фоне появляются желающие этим людям, руководителям диаспоры, еще и депутатские полномочия предоставить. Это будет депутат, который должен представлять все население, а он будет отстаивать интересы конкретно азербайджанцев. Вы представляете, что было бы, если бы у нас в Госдуме было много мигрантов? А это будущее. И уже настоящее. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, высказывайте, что думаете в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok